Здравствуйте, меня зовут Зинатулин Алмаз, я являюсь сотрудником Института физики Казанского Федерального Университета. Сегодня я хотел бы вам рассказать о эффекте Месбауэра от строения атома до квантового компьютера. Эффект Месбауэра по-другому называется ядерный гамма-резонанс. Давайте разберем каждое слово по отдельности. Все, что нас окружает, состоит из молекул и атомов, а атомы, в свою очередь, состоят из электронов и ядер. Сегодня мы будем говорить о ядрах. Ядра, одни из самых маленьких элементарных частиц во Вселенной. Однако у каждого ядра уникальна, у него есть характеристика. Это спин, магнитный момент, электричество, квадрупольный момент. Однако некоторые ядра оказываются нестабильны во времени, и в результате они претерпевают так называемый радиоактивный распад. За открытие радиоактивного распада в 1908 году Резерфорд был удостоен Нобельской премии. Однако радиоактивный распад бывает разных видов. Это альфа, бета и гамма- распад. Сегодня нас будет интересовать, конечно же, гамма-распад. В результате гамма-распада возникают гамма-лучи. Гамма-лучи — это такие же электромагнитные волны, как и свет, который окружает нас. Однако они имеют более высокую энергию по сравнению с оптическими фотонами. Они расположены, показаны красным кружочком. Теперь давайте разберем слово «резонанс». Резонанс — это явление, при котором возникает увеличение амплитуды системы, какой-нибудь характеристики системы под воздействием внешнего возмущения. При этом частота внешнего возмущения должно совпать с так называемыми резонансными частотами самой системы. Классическим примером резонанса является эксперимент с двумя звуковыми камертонами. Если камертоны настроены друг от друга, и вы удаляете в один камертон, то под воздействием звуковой волны от этого камертона возбуждается второй камертон и начинает также звенеть, издавать звук. Это называется, что второй камертон вошел в резонанс со звуковой волной от первого камертона. Другим примером резонанса является Токомский мост. Этот мост расположен в Соединенных Штатах Америки. Однако строители, когда строили этот мост, не учитывали резонансные свойства ветра, который все время раскачивал этот мост, как показано в фотографиях, и вследствие чего мост разрушился. Таким образом, явление ядерно-гамма-резонанс, то есть объединение этих слов привело к Нобелевской премии, которую в 1961 году был удостоен Рудольф Мисбаура за исследование резонансового поглощения, гамма-излучения и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя. А что же было до? В 1852 году Стокс открыл явление флуоресценции. В 1900 году Поль Виллер открыл гамма-излучения, а уже в 1903 году Резерфорд назвал их собственными гамма-лучами. В 1904 году Вуд исследовал явление резонансного оптической флуоресценции. В 1929 году Кун попытался наблюдать резонанс и поглощение гамма-лучей уже на ядрах, однако у него это не получилось. При этом он отметил, что поглощение уменьшается из-за отдачи атома при излучении гамма-фотона. В 1939 году Лэмп описал взаимодействие нейтронов с атомами в кристалле, и это будет основой будущей теории эффекта Мисбаура. Собственно, при излучении гамма-кванта ядро действительно претерпевает некую отдачу, то есть его энергия испускания смещается от энергии гамма-перехода. Однако энергия поглощения, линия поглощения также будет смещаться вследствие эффекта отдачи. Что же делать? Как же их совместить, чтобы наблюдать резонанс? Для этого можно воспользоваться эффектом Доплера. Эффект Доплера — это явление изменения длины волны испускаемой источником при движении или к наблюдателю, или от наблюдателя. В 1951 году Мун действительно предложил за счет эффекта Доплера сместить линии излучения к линии поглощения. Для этого он использовал ультрацентрифугу. Действительно, при очень больших частотах оборота скорость счета, то есть флуоресценция, возрастала. Однако этот эффект был очень-очень слабым, поэтому его, собственно, и не посчитали эффектом ядерной флуоресценции. В 1953 году шведский физик Мальфорст предложил термический метод наблюдения флуоресценции. При нагреве источника линия испускания будет уширяться, и таким образом перекрытие линии испускания и линии поглощения будет увеличиваться. Действительно, такой эффект наблюдали, однако, опять-таки, эффект был очень слабый. Рудольфу Мезвауру было поручено воспроизвести и дополнить работу Мальфорста. Конечно же, он сделал не так, и, собственно, затем получил Нобелевскую премию. Что же открыл Рудольф Мезвауру? Рудольф Мезвауру не делал так, как ему было поручено. Он не грел, а он, наоборот, охлаждал, и он наблюдал увеличение поглощения, а следовательно, и флуоресценция при охлаждении. Это было непонятно с точки зрения существующей на той поры теории. Мезвауру не стал забрасывать открытые им явления, а пытался его объяснить, понять и теоретически охарактеризовать. Позже он сказал следующее, что молодые люди чаще склонны решать проблему нестандартными подходами, которые не затронуты более старыми, более опытными и более знающими людьми. Классический эффект Мезвауру можно объяснить следующим образом. Представьте, что вы находитесь в лодке в середине озера летом, нет ветра. В руках у вас меч. Если вы бросаете этот меч, как будто вы излучаете гамма-фотон. Ваша лодка отплывает. Это и есть эффект отдачи. Теперь представим, что та же лодка, то же озеро, однако зимой озеро замерзло. И таким образом, если вы бросаете меч, ваша лодка не будет отплывать, то есть отдачи не будет. И таким образом, линии излучения и линии поглощения, разные от отдачи, будут полностью совпадать и, собственно, будет наблюдаться эффект ядерного флуоресценции. На эффекте Мезваура основана так называемая Мезваурская спектроскопия. Это современный метод изучения конденсированных сред. Для этого используется доплеровский модулятор. То есть, доплеровский модулятор, как уже говорили, позволяет немножечко изменить энергию гамма-кванта. Оказывается, вот такое изменение достаточно для исследования свойств твердых тел. В данном слайде, данной таблице приведены мезваурские изотопы. Следует отметить, что мезваурские изотопы достаточно немногочисленные, однако среди них самые популярные — это железо, олово и Европе. Таким образом, особенностью эффекта Мезваура является малая ширина линий, определяемая лишь временем жизни возбужденного состояния. Эта энергия оказывается меньше, чем характерная энергия взаимодействия ядер в твердых телах. То есть, это электрическое монопольное взаимодействие, электрическое квадрупольное взаимодействие и ядерный эффект Зеймана. Исследование этих взаимодействий в твердых телах, как кристаллических, так и аморфных, находится в поле методом мезваурских спектроскопий. На данном слайде продемонстрировано некоторое количество спектров, то есть кривых, полученных с помощью мезваурской спектроскопии. Все эти спектры были получены в стенах Казанского федерального университета. Другим интересным исследованием можно указать исследование жилетсодержащих пород на поверхности Марса. Профессором Клингерхофером был сконструирован маленький-маленький спектрометр MIMOS-2, который установили на марсоходы Spirit и Opportunity, которые были высажены, в свою очередь, на поверхность Марса. Полученные таким образом мезваурские спектры показали присутствие на поверхности этой планеты минерала-ярозит. Примечательно, что минерал-ярозит возникает только если существует вода, то есть наличие минерала-ярозита на поверхности Марса указывает на присутствие воды на Марсе. Другой примечательной особенностью эффекта мезваура является рекордное энергетическое разрешение, достигающее значение 10-15. Это означает, что с помощью этого эффекта можно наблюдать гравитационное смещение линии фотона. Такое смещение было предсказано еще Эйнштейном в рамках общей теории относительности в 1915 году. Этот эффект означает, что при движении фотона из одной точки с одной характеристической гравитации в другую точку, где гравитация уже другая, изменяется энергия, а следовательно, и масса фотонов. Однако теоретическое предсказание долгое время не удавалось никак экспериментально подтвердить. В то же время, в 1960 году был подставлен эксперимент Паунта и Репке в Джефферсонской лаборатории в Гарварде. Роберт Паунт и Гленн Репка решили продемонстрировать следующий эксперимент. Они сконструировали достаточно высокую трубу, башню, высотой 22,5 метра, и при этом наблюдали изменение энергии гамма-фотона, излучаемое сверху и регистрируемое внизу этой трубой. Действительно, оказалось, что сдвиг совпадает с теоретическими предсказаниями Эйнштейна, и это являлось доказательством гравитационного смещения энергии фотона, а следовательно, изменение массы этого фотона при движении в поле тяжести Земли. Другим интересным экспериментом является изменение формы фотона. Под форму фотона здесь мы будем понимать его временную форму, то есть это вот такая экспоненциальная форма. И, казалось бы, эту форму никак не изменить, однако, как было показано Фаридом Вагизовым, моим руководителем и сотрудником Казанского федерального университета, оказывается, можно также изменять форму фотона. Был поставлен следующий эксперимент. И в результате, как вы видите, экспоненциальная плавная форма фотона изменилась в ряд засечек. Причем, периодичность форму этих засечек можно менять. И это оказывается полезно для будущих приложений, в том числе для квантового компьютинга. На данном слайде продемонстрированы несколько фотографий из нашей лаборатории. Лаборатория Мисбауровской спектроскопии Казанского федерального университета. И на этом я хотел бы закончить этот доклад. Меня зовут Зинатолий Алмаз-Линарович. Спасибо.